Продолжение следует... Для того, чтобы вы могли запомнить, какие звуки звонкие, а какие глухие, вам предлагается вот такой шутливый диалог мамы и ее капризного сына. Мама зовет мальчика обедать, предлагает ему щи. Степка, хочешь щец? А капризный мальчик отвечает, фи, не хочет. В этом диалоге используются только глухие согласные звуки. И если вы запомните эти реплики, то впоследствии вам легко будет давать характеристику звукам. Следующая наша тема – это несклоняемые существительные. Это существительные иностранного происхождения, заимствованные. Они могут обозначать неодушевленные предметы, могут одушевленные предметы, имена собственные, название города Баку, имена собственного имя человека, французский писатель Дюма, обращение к женщинам в разных языках. Эти несклоняемые существительные имеют только одну форму, они не изменяются по числам и падежам. Но в предложениях они обладают значением какого-то числа или падежа. Вот смотрите, я сегодня в новеньком пальто. Сегодня в чем? Слово пальто имеет значение единственного числа и предложенного падежа, потому что отвечает на вопрос в чем. Либо другое предложение. Здесь были только леди. Кто? Леди. Это существительное имеет значение множественного числа, на что нам указывает сказуемое, выраженное глаголом прошедшего времени, и множественного числа, имеющего окончание «и». Следующая наша тема – это правописание приставок, оканчивающихся на «зс». Правило достаточно простое. В приставке пишем букву «з» перед звонким, согласным или гласным звуком. Безграмотный, взлететь, избить, низвергаться, разваленный, чрезмерный. Во всех этих словах у нас написание приставки совпадает с ее произношением, за исключением одного слова. В слове «бескусный» мы пишем букву «з», а произносим глухой, согласный «с». И в продолжении этого правила в приставках, оканчивающихся на «зс» мы пишем букву «с» перед глухим, согласным. Здесь также у нас написание совпадает с произношением. В слове «исчезнуть» мы историческую приставку «с» можем выделить, а корень здесь исчез в соответствии с нормами современного русского языка. То же самое в слове «чересчур». Историческая приставка «черес», а современное слово, современный корень «чересчур». От этих приставок отличайте приставку «с». Она всегда пишется одинаково, независимо от произношения. В слове «списать» здесь совпадает все. В слове «сделать» происходит озвончение. В слове «сгореть» происходит озвончение. Но пишем «с». И помните, что в словах «здесь», «здешний», «здание», «здоровье» нет приставки. Слово начинается с буквы «з». И последняя наша тема – это предложения по цели высказывания. Они бывают повествовательные, если в них содержится какое-то сообщение, о чем-то повествуется или рассказывается. В конце таких предложений ставится точка. Ну вот, например, из этого предложения мы с вами узнаем, что на одной из горных вершин горел крошечный огонек. Это сообщение. Если к сообщению добавляются эмоции, чувства, тогда в конце повествовательного предложения ставится восклицательный знак. Это вовсе никакой не рассказ. Здесь не только сообщение, здесь еще и возмущение. Другой тип предложения по цели высказывания – вопросительные. В них содержится вопрос, и в конце таких предложений ставится вопросительный знак. Если к вопросу добавляются чувства, сильные чувства, то ставится два знака – вопросительный и восклицательный. Не правда ли? Эта комета прекрасна. Здесь и вопрос, и восхищение. И последний тип предложения по цели высказывания – это побудительные предложения. В них содержится совет, просьба, приказ, побуждение к действию или побуждение к совместной деятельности. В конце таких предложений ставится точка, восклицательный знак, если они эмоционально окрашены. Ну и вот последнее предложение – давайте кидать камни в реку – это как раз пример побуждения к совместной деятельности. Давайте кидать.